Сегодня мы поговорим о буднях батальона Донбасс-Украина в Марьинке. Наткнулся в одном из украинских пабликов на ссылку, перешел по ней на сообщество Facebook батальона Донбасс-Украина. Это один из двух батальонов, который образовался от известного батальона Семена-Семенченко Донбасс. Один из батальонов в составе Вооруженных сил Украины, который составили офицеры, которые со скандалом, обвинив Семена во всех смертных грехах, ушли от него. Второй из продержавшихся в Добробате Дольше сейчас находится в составе Национальной гвардии Украины. Фотографии, которые были приложены к этому сообщению, сделаны фотографом Юрием Величко. Который тоже является интересным персонажем, потому что, судя по информации на его странице, он одновременно является фотографом-фрилансером и бойцом батальона Донбасс-Украина. Я не знаю, как это возможно, но как-то, видимо, возможно. Сообщается, что батальон находится на передовой уже около месяца. За это время понес потери в составе 17 раненых. Командование батальона винит в этом нелояльное местное население, среди которых кишат диверсанты, и сообщает о проводимых ими, а также нацгвардии зачистках в Марьинке, которые стали ответом на действия якобы диверсантов. Меня также заинтересовал ряд других моментов в этих красочных фотографиях, которые опубликованы на странице сообщества. Меня заинтересовал такой момент, что, несмотря на то, что батальон позиционирует себя как отдельный батальон специального назначения в составе вооруженных сил, внешний облик бойцов этого батальона, командира этого подразделения, которого мы видим на фотографии, не очень-то изменился по сравнению с 2014 годом, когда батальон был добровольческим. Обратите внимание, на фотографии все бойцы одеты в разную форму. На фоне мы можем видеть гражданские автомобили, используемые в подразделении. Ну и наиболее интересна последняя фотография. Все три человека, заснятые на фото, одеты в разную форму, причем не полную мы видим в футболке, одеты в разное снаряжение, причем явно сделанное непрофессионально. А у бойца, который находится посередине, еще и в руках винтовка Мосина, старая добрая, еще 19 века разработки. Я бы сделал вывод, что, несмотря на свою легализацию, батальон, по сути, остался добровольческим и по составу, и по снаряжению, ну, скорее всего, и по дисциплине и уровне подготовки.